Приветствую вас, а я думаю, что начать нужно с того, чтобы определить, собственно говоря, в чем конкретно вам помочь. То есть вы спрашиваете, что мне делать и как себя вести, но чтобы что? Одно дело, если вы, к примеру, хотите удержать своего мужчину. Одно дело, если вы хотите сохранить свои отношения с ним. И совсем другое дело, если вы хотите разобраться в себе и понять себя. Какие-то свои, к примеру, мотивы, какие-то свои, к примеру, действия и поступки. Почему я поступил, например, именно так, а не иначе. Это два разных подхода. Это две разных позиции. И, соответственно, работать с этими двумя позициями, ну, как бы, необходимо в разных ключах, в разных формах. И разные подходы используются. Да. Вы пишите, знакомились два года назад в интернете? Здесь несколько первый вопрос. Почему вы знакомитесь в интернете? То есть, как бы, как насчет реальных людей, да, реальных, ну, реальных мужчин. Дальше. Аммм, так, он с другой стороны, год дружили, потом поняли, что влюбились, и все год встречалось на расстоянии. Ну, вот тут, как бы, хотелось бы, немножечко побольше информации. А это, значит, год дружили, потом поняли, что влюбились, и все это происходило на расстоянии. То есть, у меня возникло стойкое такое ощущение, что вы друг друга-то не видели, и изначально друг друга не принимали. А влюбились вы, как это часто бывает в интернете, в некий образ, образ себя. Ну, образ другого и образ себя, конечно, конечно же. Вот. То есть, я здесь не знаю всех тонкостей, тонкостей и деталей. Но видится мне ситуация именно так, именно такое видится мне ситуация, в том смысле даже. Это для начала. Дальше. Дальше. Вы пишите, значит, влюбились, что вы под этим подразумеваете, да, под влюбленностью. Ещё год встречались на расстоянии, наши отношения строили с напорным доверием и честностью, но я плохо поступил это немного раз. Опять же, Ника, как можно встречаться на расстоянии с полным доверием и честностью? Ну, как бы, для меня загадка, если честно. То есть, как я понял, вы ни разу на тот момент ещё не встречались, вот, как можно выстраивать отношения, ни разу не встретившись с человеком, да, ну тут непонятно. Далее вы пишите, я много раз поступил с ним плохо. Вот, давайте здесь мы с вами тоже с этими доберёмся. Вы поступали так, потому что вам, ну, чего-то хотелось, я полагаю. Возникает вопрос. Чего вам хотелось? Возникает вопрос. Почему вы так поступали? Ведь были же на этом, видимо, какие-то основания. У вас. Для вас. Давайте этот момент мы с вами разберём. Сочи. Да? Сначала я пошла гулять с бывшим, манипулировала инвесёра, говорила же, что в больнице, чтобы переделывать, он сильно выносил, выносил мозг. Для чего вы всё это делали? Ника, определите мотив, мотив, который стимулировал вас так поступать. Это были страхи, это были какие-то желания, это были какие-то потребности. Что? Без этого вы не сможете ничего поменять. Без этого вы не сможете ничего изменить. Потому что, ну, в той или иной степени на вас это будет влиять. Всегда. Если вы не разберётесь с этим, если вы не разберётесь с данной позицией, то на вас это будет влиять всегда. К сожалению. Понимаете, какая штука. Так что нужно, чтобы вы этот момент определили. Акцентировали на нём своё внимание. Повторю ещё раз. Повторю ещё раз просто, чтобы вы понимали. Это неправда, неправда любопытство. Любопытство от этого зависит ни много ни мало, что, как вы будете подходить к своему поведению в будущем. Понятно? Дальше идём. Следующий момент. Значит. Так. Вы пишите. Этим летом первый раз увидели, что мне было так стыдно за себя. То есть, опять же, вы себя обвиняли. То есть, это полное непринятие того, что вы делали ранее. Полное непринятие от своих желаний. Это внутренний конфликт. Ответственность, за который вы переложили на мужчину. Я ему рассказал о свете, чтобы начать основные ноты и с полной честностью. А разве так можно? То есть, почему вы решили, Ника, что, рассказав ему это, вы просто возьмёте и сразу поменяетесь? Так не бывает, к сожалению. Вы поймите, так не происходит. Так это не работает. Знаете, какая штука? Ну, вот не работает так. При всём желании. То есть, если вы действительно хотели бы поменяться, вы бы ему не рассказывали бы ничего. Вы бы просто начали меняться. А зачем ему рассказать? Он узнал, да, и что он получил? Кроме вот, собственно, негатива какого-то, да, что он получил? Кроме негатива. Он ничего не получил, кроме негатива абсолютно. Так и вопрос тогда возникает. Зачем мне вы ему рассказали в таком случае? Для чего? Что вы хотели? Понимаете? Здесь вы поступили, вы поступили здесь точно так же для себя. Вы поступили здесь точно так же для себя, как и действовали изначально. Я не говорю, что это обязательно плохо. Я не хочу сказать, что вы так, ну, как бы не должны поступать. Не хочу этого сказать. Я лишь хочу сказать только, что это действие направлено было не на мужчину, а на вас. Вам хотелось таким образом снять с себя чувство вины. И все. Вы чувство вины с себя хотели снять, это означает, что к переменам, конкретным переменам, вы, к сожалению, не готовы. Вот и все. Просто не готовы к переменам. Так, так и дела. Дальше, дальше идем. Но вы пытаетесь оккупировать чувство вины. Это факт. Так, значит, спустя время он сказал мне, что не знают любить или нет. Ну, правильно, потому что вы его разочаровали. Он думал, что вы одна, а вы получили другой. У тебя прошло два месяца в данный момент, когда он мне рассказал, говорит, что я была реуличная. Сейчас у него пофигит, мобили, недоверие, возможно, ревность ко мне. Но стал тем, пока не хочет, надеется, что чувство вернутся. Но сами чувство по себе не вернутся, безусловно. Я тоже стараюсь меняться, но он отдаляется, становится еще хуже. Мы сейчас опять на расстоянии, может, я могу что-то сделать. Что-то сделать, чтобы что? Я действительно хочу меняться, да и он хочет, чтобы все вернулись. Но если вы хотите меняться, то меняйтесь. Меняйтесь. Смотрите, почему вы следите себя. Смотрите, почему вы делали все вот эти вещи, которые делали. Смотрите, почему вы выбрали себе мужчину для отношений. Я имею в виду любовных отношений в интернете. Почему вы не выбрали реального мужчину. Смотрите, чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь. Смотрите, как вы реализуетесь в себе, как вы развиваетесь. Вот на эти все вещи обратите внимание, и это и будет для вас изменениями. Чем меньше вы сейчас своему мужчину будете докучать, чем меньше вы сейчас будете сами проявлять активность, чем больше вы сейчас будете вести себя как виновата, тем лучше. То есть вести себя не как виновата, означает, да, означает, что вы не будете себя понижать, что вы будете вести себя так же. Вы просто не будете повторять тех действий, которые вы повторяли при этом, при этом увидев свои желания и реализовав их. Вот. Если это вас не устраивает отношение на расстоянии, да, например, лучше так скажите. Так и скажите о мужчине, своему мужчине об этом. Будьте как бы, ну, честны. Вот. Знаете, какая штука. Ибо я уверен, что он этого, этого достоин, ибо я уверен, что он этого заслуживает. Он заслуживает того, чтобы ну, чтобы вы были с ним честны. Вот. Ну, опять же. Опять же, да. Это таково, таково мое мнение. Как бы это чисто, вот в данном случае это чисто мое мнение, мое видение. Вот. Вы можете выбрать психолога и с психологом поработать над этими вещами, если сами затрудняетесь, если вам тяжело в этом ориентироваться. Вот. Но что-то делать, что-то делать вам, ну, необходимо. Что-то делать в этом случае, что-то делать вам необходимо. Вот. Так это видится мне на данный момент. Вот. как я вижу эту ситуацию. Вот. И, значит, помочь вам. Вы пишите, помогите, пожалуйста. Помочь вам в чем? У меня такое ощущение, что мужчина для вас, он очень большой. У меня такое ощущение, что значение для вас, мужчины, очень большое. Это тоже раздает вопрос. Почему? Почему она большая? Так насколько мужчина для вас, ладно? Не потому ли вы, например, целенаправленно свои отношения с ним портите, что считаете себя, считаете себя недостойным отношения где-то в глубине души, обецениваете себя, считаете себя плохой, там и так далее. Ну, вы же говорите, что я плохо поступила. То есть плохо поступила, это оценка. Вы взяли и оценили то, как вы поступили. Оценивать не нужно. Не оценка нужна. А именно, вот, четкое понимание причин, по которой вы так сделали то или иное. Это значит, что вы склонны себя оценивать. Это значит, что вы склонны себя обесценивать, обесценивать свои желания, но реализовывать их потом. Понимаете? Вот. То есть вы говорите, что я плохо поступила. А почему вы не расцениваете? Вот начнете с этого, с перемен. Если вы хотите менять, начнете с этого, с таких перемен. На этом все. Я надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Возврат на ночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.